Итак, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в The Beast Inside. Постанились мы на том, что нам нужно побегать по воспоминаниям Николаса. Самая страшная часть игры, чаще всего. Сейчас посмотрим, что она нам сегодня уготовила. Задание у меня было проверить спальню отца, так как есть подозрение, что его убили к чертям собачьим. Спальня у нас обычно на втором этаже, поэтому пойдем туда. А! Ах, господи, дали бы хотя бы надпись прочитать, перед тем, как вот это вот со мной делать. А-а-а! Что-то не так, что с мной? Они сказали, что это не случится снова. Они предпочитали, дорогой, Господь, что-то случилось. Видно, как ураган прошел здесь. Да, и вправду. Так, you're not alone. Not alone. Someone's playing with me. Что за хрень? Мне нужно найти еще один выход Он ходил к врачам, они ему сказали, все мы тебя вылечили, братан, а он что-то особо и не вылечился Вот, можно что-то находить все-таки Я думал, в этих ящиках ничего полезного Джейкобу Хайду Старый искряга, жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит Я не просил огромных денег, только маленькую сумму, но ты не хочешь дать мне ни цента Это после того, как мой муж расстался с жизнью по твоей вине? Иду из слова, я это так не оставлю, Мария Кто такая Мария? Что вообще произошло? За что она просит компенсацию? С другой стороны, ничего Какие-то газеты Почитать нельзя Слава Богу Часы моего отца Кажется, им их подарили Отец всегда был одержан под пунктуальностью и порядком Иногда я его не понимал, зачем он вообще решил Иногда я не понимал, зачем он вообще решил завести семью, если она вечно задерживала его и мешала Ого Понятия не имею, что за ML Но тот день, когда я случайно уронил эти часы, я не забуду никогда Мой отец буквально замер Я ожидал страшной порки, он просто собрался металлические детали трясущимися руками И ушел в спальню, проведя остаток дня, в попытках починить их Часы так и не заработали Но отец все равно сохранил их Он не раз пытался починить их, но безуспешно Так, ну там инициалы ML В принципе, Мария Наверное явно для него что-то дорогое было явно тут есть какая-то какая-то история которую мы пока что не понимаем да убери их пожалуйста и выкинь их так на другого выхода кроме как вот этой двери тут нет это это просто кладовка спасибо за спички стоп что-то есть под ковром кто зажег эту лампу и и не зажигал тут что кто то есть какая-то страшная хрень накрывает обратно убегаем отсюда тень появилась из того не всего так ладно здесь здесь лучше я не хочу кто тени она появляется исчезает я не хочу и там кстати там подсвечник исчез и там свеча висит в воздухе о боже я все уходим отсюда здесь какие-то страшные вещи происходят о как тут приятно и хорошо одежду себя не сожги офигеть он прям в рот и засовывать о чок это очень близко к лицу кто там шагает соседи потише нельзя мужик ты в это курить бросил ты прополз два метра у тебя уже дышка ладно есть пугался надо признать долго так еще ползти будем насколько у нас гигантский дом как как ползти обратно здесь кнопку чтоб чтоб ползти обратно тут есть кнопка съесть спичку и умереть знаете там 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 что-то такое неприятно дать я просто посмотрю там на на текстуры руки и вот посмотрите какой у него стран ноготь он как будто сделан из кожи видимо ползем как мне нравится что главный герой испугался что главный герой очень испугался но при этом продолжил ползти на вот эту тварь просто в ее сторону ползти это странное было решение я нужно отмычка не все еще грустно что здесь не забить бутылки почему это было не тяжело сделать на этом игровом движке я мог это сделать в коррес моде по автомату уже все бьется окей какие-то везде религиозные статуэтки в этом доме прям на каждом шагу в каждой комнате тут молния просвечивает через стену интересно девки пляшут пятница 18 октября происшествие на шахте взрыв на к шахте кэролайн блэкстон штат нью-гэмшир стоил жизни трем шахтерам свидетели утверждают что земля сотрясалась даже на расстоянии километра от шахта грохо доносился сквозь закрытые окна пока неизвестно что послужило причиной взрыва и можно ли было его избежать нашим репортерам не удалось связаться ни с одним из совладельцев шахты джордж white head не выходил на связь от джейкоб хайд это отец вроде главного героя отказался комментировать случившийся обо всех новых подробностях наши читатели узнают из первых рук помню как это происшествие расстроило отца смерть джорджа и вовсе его добила интересно болеть сюда надо бы тогда обыскивать шкафчики чтобы находить полезные предметы в частности мне бы не хотелось запустить ситуации в котором не кончится масло для лампы кто тарелки кладет вот такие места или чё там было блюдца серьезно у щит о о вы видели что вообще сделал сейчас слушая второй раз тогда же не смогу офигеть я официально первый игрок у которого это получилось я передаю челлендж трем ютубером пида паю пи 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 так кто кладет вилки в такие места опачки это нам пригодится да нет подавайте мне сюда этого монстра он с одной пули ляжет да но дайте мне и хотя бы по угрожать кому-нибудь этим этим него в руках подержать мне с ним спокойнее будет даже если у меня нет патронов старый револер моего отца 45 калибр он за сучку меня охоте всякий раз когда я мазал тет сбил меня по лицу похоже пошло мне на пользу в итоге научился стрелять лучше него отмычка то что нужно слушай здесь отдельный кожаный чехольчик для отмычек нет для одной отмычки о нет только не в подвал чертов подвал вот как эта игра уже она только началась но как она уже любит играть с подвалом сколько раз у нас уже за игру была миссия сходить в подвал вот спуститься в подвал новая цель мне кажется раза три или четыре не четыре даже если не пять это что за камин странный это что мы лета ким у лета якобы приносят богатством отец не был свердом в тяжелое время на вход шли все средства потому что он принадлежал коллеги моего отца джорджу white хэду возможно он подарил этот амулет отцу может не не знаю ну да тут и вправду джорджу white хэду написано спасибо за перевод так бы я ничего не понял если бы мне не сделали этот прекрасный перевод ребята я учил английский в школе я могу без какого-либо перевода сказать что это написано внимание это очень важно д у выбрасывается говно спички тоже подберем не уже 44 штуки кто-то в окно дубиться а ветер опять это очень крутой эффект мне нравится что в этой игре вот такую мелочь сделали что если ты открываешь окно она будет под влиянием ветра кто там ноет но будет под влиянием ветра вот так вот колыхаться и пугать тебя когда-то отвернешься так бери подсвечник и погнали я готов треснуть кого-нибудь передает ух ни хера себе переместите отмычку под один из цилиндров с помощью мыши чтобы поддеть цилиндр двигайте мышь вниз и вверх как-то в этой игре для хоррора многовато механик не находите то ты на призраков охотишься то ты взламываешь замки то ты разгадываешь какие-то шифры охренеть они не поскупились что поделить цилиндр сейчас предсказываю отмычка сломать и мы застрянем в этой комнате навсегда это будет game over но же она всего лишь одна отмычку но поддеть пересчет линию на замке куда убрали то я по-вашему киндер вунд чтобы это все так быстро читать мне еще комментировать надо а дамы и господа этому новый трек да 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 папа пш давай второй тоже задействует папа 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 жили у бабуси тут еще и так вот эта кнопка повернуть замок это когда мужа все сделаем а пока что мне надо чё а а о я понял как это работает ой ой минус прикольно сделано Какая страшная комната Какие страшные звуки Бери масло и убегай отсюда Бери спички и тоже убегай отсюда Что тут такое Вот тут всякие столовые Где мой подсвечник кстати Бери его Товарищ Сталин Деревянный конь Эту игрушку впила мне мама Так хватит дышать у меня за спиной Ее почти не помню А вот этого солдат наконец запомнил прекрасно Так это же все одна игрушка вроде Так Куда его повернуть надо Стоит только взглянуть на эту игрушку Я сразу же возвращаюсь с детства Всего через пару лет началась проклятая война А я стал слишком взрослым для игр Прикольно Пианино Можно поиграть Даже поиграть нельзя Что это за игра вообще Что это за игра в которую нельзя поиграть О я нашел еще круче подсвечник Он в два раза больше Нет тот как-то удобнее в руке лежал О да Теперь тут совсем не страшно Ой шахматы Мне не нравится куда это все идет Лучше сбрось все фигурки из доски заранее Чтобы никто со мной не играл Никакие призраки сейчас Я же знаю как это будет Я обернусь и там Фигурки переместятся Или еще что-нибудь Они Не поддаются Они приклеены Супер клеем к доске Я не могу их сдвинуть Ладно Кстати Я совсем забываю Что у меня вообще-то лампа есть Лол Чего-то хожу в темноте Ну потому что Не настолько темно Что мне пришлось пользоваться Фонарем Типа все видно и так Масло Мне неплохо получается его находить Несмотря на то что Я не чекаю абсолютно все Это что Ремень Ооо Сейчас флешбеки пойдут Не сосчитать Сколько раз мне им доставалось Удивлен что до сих пор Не развалился Поро отец порол меня Из-за выдуманной проступки Обвинял в том Что я обкраду гостей Хожу ночью по коридорам Громко с кем-то разговариваю Пробираю шахту И так далее А я ничего такого не делал В конце концов Орен решил что я привык к порке А значит нужно Наказание похуже И начал запирать меня в темноте На долгие часы А иногда и дни Найс О нельзя кочергу взять К сожалению Был бы хорошо Еще один хороший подсветчик Но тот мне уже как родной Я хочу его Вот эта игра идет К слову о том Как люди раньше жили без света Ответ Очень страшно Вот вы представьте Ваш дом вот так вот Всегда будет выглядеть Как только темнеет И света как бы нет Можно зажигать свечи Но они не освещают Ровным счетом Ни хрена Нафиг так жить вообще Кто кстати дверь тут Забаррикадировал От меня что ли Не настолько ей страшно Оп Open white Офигеть я сейчас басуху Услышал за окном Там такой Извините там просто Это походу За дачным участком Кто-то с сабвуфером Проехал На ладе калини Как оно обычно бывает Оуу Спасибо Опять басбул Вы слышали это? Как будто я в кинотеатре И там очень громкая Реклама фильмов Разных в самом начале И там начинается Какой-то Типичный Реклама типичного Такого Фильма Который начинается просто О Окей Ну мы идем Видимо в подвал Делать больше нечего Поворачивай Светильник наш острым концом Чтобы если что А тут Запрыг К сожалению Нельзя взять светильник В одну руку И Ну подсвечник И фонарик в другую Поэтому ты Сторожи здесь Я на тебя рассчитываю, ты должен сидеть здесь и охранять меня, хорошо? Прикрывай мою спину, дружище Вот он Нет, это не может случиться Это не может быть верно Почему они говорят, что я безопасен, если он вернет? Мне нравится, как главный герой просто с такими томными стонами упал с лестницы Мне все еще кажется, что вон там вот что-то есть, там же проход С этим шкафом Тут так тихо Я опять мой любимый скляночки А, блин, вот это вот Мой любимый поворот Как я его обожаю Вот тут вот снизу проходить Так, ну скример был совсем недавно Поэтому сейчас не должно ничего происходить Наверное Эта картина, я ее Я ее уже ронял Че она здесь снова делает? Так, вот это металлическая дверь Она пока не открывается Тут есть еще вот такая, ее можно взломать Этим мы сейчас и займемся А, да, точно Это все же делалось для того, чтобы я мог взломать эту дверь Я уже и забыл Это было так давно Че там в первой серии? А, черт А, черт Хардкор мод О! А, черт А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а спички ведро очень много тут всего интересного попасть в другую комнату опять доски гнутся отлично какие у вас господа тут эластичные доски последнюю будем я думаю что сочно дух вона сколько тут крови доме вообще на убери лучше фонарик чтобы он не тратился пожалуйста не засовывайте сюда неподобающих предметов через эти щели включая ножи и там и еще что-нибудь не надо о еще хуже нифига хреново быть этим парнем очень не завидую ему до свидания я попался цена какой другой путь ты по одному коридору движется какой тут может быть вы серьезно хотите чтобы я сейчас шел обратно тут нет другого пути его нет я пол игры бегал за отмычкой просто чтобы открыть эту одну дверь нет другого пути мужик ползем обратно судя по всему что это за звуки почему главный герой так станет каждый раз когда мужик ой ладно когда появляется мужик он же прямо у меня спиной да он был здесь буквально только что а вот мы попали вот комнату ну спасибо этому мужику за то что мы нашли другой путь честно говоря я пока что плохо понимаю мотивацию главного героя мы хотели проникнуть в этот подвал мы проделали огромный путь для того чтобы проникнуть в этот подвал мы приходим сюда и он говорит чё там говорит нет не это короче он не говорит поставлена цель выбраться из комнаты и говорит о это дверь надо ее открыть каким-то боком день не хватает нескольких частей не надо выбираться а нахер ты сюда шел то я я честно уже просто я скорее всего забыл что-то и чего-то не помню но не помню я не понимаю зачем мы сюда шли изначально чтобы выбраться так шестеренка на опрокинули бочку неплохо похоже жертвой был судья но зачем похититель так и какой-то это а мы Звучит и вправду странно. Так, ну зачем похититель принес этот парик в подвал? Он хотел поиздеваться? Да, конечно. О боже, я его ношу в руках теперь. Рукоятка поможет открыть дверь. Металлическая труба, о-е-е. Что мне теперь страшно? Ничто мне теперь не страшно. Вот так вот её ещё разверни, чтобы ты выглядела так, будто я её от первого лица держу. schlimк ignore сам purely. Нужно бежать. Это невероятно. Отеро. Тведов! Эти не фантомы, я голубиль и не потерял меня. Не так вот. Нам нужно что-то, чтобы закрепить улицу. Дальше решение. так черт и металлическая труба чертова доска они преграждают путь убери ты трубу Третья руководит пухлево Он будет искать помощи каким-то цветом кто тут эти палочки ломал и разбрасывал везде ту жидкость люминесцентно они что устроили вечеринку с люминесцентными палочками без меня как они могли предатели идем по горячим вид и идем по горячим следам ищем вечеринку твари где вы дискотеку устроили так дискотека где-то в той стороне алюминиесцентный след ведет нас сюда на улицу меня это радует на улице не шелестите там потише читайте пожалуйста на улице мне кажется не так страшно как внутри закрытых помещениях всегда стремновато а лес это так окей все еще идем по горячим следам но все ведет нас к этому мосту окей мне нравится куда это все идет потому что я думал что вся игра абсолютно будет происходить на вот этом нашем дачном участке ну не дачном это так называю вы понимаете а на вот этом участке оказывается нет мы идем в какую-то другую локацию вообще в какую-то гостиницу меня это радует так но вообще вроде как мне пора заканчивать серию вроде как да поэтому всем спасибо за просмотр всем пока